Здравствуйте вы на канале Афро Манго Мукбанго Сегодня на ужин у меня бутербродики с колбасой Они состоят из булки, сливочного масла, полукопченой финского сервилата и сырокопченки литовской Сейчас добавлю песок Берем чаек, кофеек, вкусняшки и приступаем к мукбангу Сегодня прочитаю про автомобиль Волга Модель 3110 Всем приятного аппетита Вкуснотень 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 Добро пожаловать в Казахстан! Рецепт. вкусный бутылок очень вкусный вкусные 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 КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok Да пусть, господа! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Силами собственного станкостроения создана новая более линия сборки и сварки кузова, в которой участвовало 38 роботов. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. В целом соответствовать по отделке стандартам недорогих иномарок. На ГАЗ-3110 был штатно установлен гидроусилитель. Руля изменен руля, изменен рулевой редуктор. 3,5 обороты руля, 3,5 обороты руля вместо 4,5 обороты, как на прошлых моделях в Волге. Передние дисковые тормоза типа Лукас. Неразрезной задний мост. Неразрезной задний мост, карданный вал с промежуточной опорой. Более низкопрофильные 15-дюймовые колеса. С 195 на 65. Электрокорректор фар. Довольно редкий на верховых автомобиле. Масло-радиатор. Подогрев форсунок. Омыватель и стекла. Двухрежимный обогрев заднего стекла. С 2001 года все Волги окрашивались на новом окрасочном комплексе Хайден-2. Новая технология грунтования и окраски позволила применять двухкомпонентные эмали. Металлик и вместе с тем повысить срок службы кузова. Начиная с мая 2002 года на Волгах появилась передняя шаровая подвеска. В 2003 году началось производство седана ГАЗ-3110-5, являющегося глубоким рестайлингом ГАЗ-3110, снятого с производства в 2004 году. Выпуск автомобиля ГАЗ-3102-21 с кузовым универсал продолжался малыми партиями на отдельной конвейерной линии, параллельно с моделью ГАЗ-3102 до декабря 2008 года. Версия универсала с оперением в стиле ГАЗ-3105 выпускалась под заказ. Последней моделью конвейерной сборки семейства Волги стал медицинский универсал ГАЗ-3102-23, заключительная партия которых была произведена в декабре 2008 года. Уже после прекращения массовой сборки седанов 3105 и 3102, общепризнанным недостатком ранних моделей ГАЗ-3110 Волга было плохое качество сборки и низкая стойкость кузова к коррозии. Впоследствии улучшенные, но общая моральная устарелась конструкция автомобиля, особенно активной и пассивной безопасности. ГАЗ-3102 экспортировались в ряд стран, в частности в довоенный Ирак. Новая Волга получила полностью новый интерьер, который кардинально отличался от интерьера ГАЗ-31029. Единственным наследием от предыдущих поколений осталась только обширпка потолка и потолочная лампа освещения. Появилась полностью новая торпеда с консолью, сделана из мягкого пластика, пухлое рулевое колесо с мягким ободом и современная комбинация приборов. В новом приборном щитке появился тахометр, контрольная лампа, чек-энжин и стоп. Амперметр был заменен на вольтметр. Два крупных дефлектора в центральной части, по бокам панели. Прибор подчеркивает возросшие возможности печки. В центральной части панели расположены клавиши управления вентилятором печки, обогревателем заднего стекла, а также магнитола. Под бардачком появилась дополнительная полка. Всего существовало два разных цвета торпеда и обшивок дверей, бежевый и черный. Для удобства рычаг тормоза был перемещен ближе к водителю. А на консоли появилось вместо с контейнером на шесть аудиокассет. Также появилась вторая пепельница для задних пассажиров на задней части консоли. Новые передние сидения, с высокими спинками, стали значительно удобнее. А на заднем ряде сидений впервые были установлены подлокотники. Новая обшивка дверей имела... Подголовники. А, подголовники. Новая обшивка дверей имела поручень. Композиционно продолжался и подлокотник, сформированный в средней части обшивки. Вот такая вот история в Волге модели ГАЗ-31-10. Так. Все. Спасибо. за компанию. Не забываем подписываться, ставить колокольчик об уведомлении новых видео. Пишем комментарии, задаваем вопросы. Так. Все. Здоровья, счастья, успехов. Спокойной ночи. До завтра. Завтра будет новое видео. Так что... Вам не трудно, а мне приятно. Так что вот так. Главное, не болейте. Только... Все. Пока.